Национальный симфонический оркестр То есть ни одной минуты в пустую не тратится Сказать по правде, репетиция была всего одна Вначале я, конечно, был немножко ошарашен тем, что темп был очень медленный То есть я тянул, тянул, тянул Ну в результате как-то потом собрались и взяли нормальный темп То есть как бы аркеса пошел Я вернулся в Уфу, скажем, совсем недавно С какими-то отношениями и желанием сотрудничать Видимо я дорос теперь до родной земли И я рад, что те проекты, которые я показываю Министерству и правительству, их очень берут и поддерживают И надеюсь, потому что пригласить по деньгам То же самое мое трио или пригласить по деньгам того же самого Шевчука Это две разные вещи А порой интерес к этому и цель этого мероприятия более выше Ночения с коллективом уже давно выстроены Потому что я не первый раз С дирижером мы вчера поработали С Руссом разъяснили кое-какие моменты И сегодня также будет еще одна репетиция И я надеюсь, что все придет на уровень Я могу обещать, что следующий Open Air тоже состоится Я уже заручился поддержкой руководства И заручился поддержкой некоторых чиновников Очень надеюсь, что вы понимаете На такие проекты нужны значительные средства финансовые Для того, чтобы все это окупить Чтобы выкупить эти самолеты, гостиницы Все это, к сожалению, необходимо Не забывая о том, что мы еще закупаем инструменты Часть денег у нас уйдет Одна треть от всей этой суммы гранта У нас уйдет на закупку духовых инструментов Потому что у нас имеются проблемные зоны Пустые, да Проблемные зоны в инструментарии Которые давным-давно не обновлялись По 10-12 лет Мы будем покупать тромбоны В группу тромбонистов, нашим ребятам И купим мы очень хороший, шикарный фагот Потому что он очень дорого стоит Он стоит 2 миллиона рублей Часть денег тоже уходит на покупку фраков Для мужчин на покупку То есть, наконец, появятся фраки? Да, да Потому что, в принципе, принято Чтобы академические оркестры играли во фраках У женщин тоже платья концертные Мы их тоже покупаем, тоже шьются Традиции концертов на открытом воздухе Уходят вглубь веков А ее давности могут свидетельствовать Такие шедевры, как музыка на воде И музыка фейерверков Георга Фридриха Генделя Написанные еще в 18 веке В России такие концерты – обычное дело Примером могут служить концертное исполнение оперы Хованчины в Тобольском Кремле Или опера Фиделия Бетховена, поставленная в ГУЛАГе Кстати, нашим соотечественникам Валерием Платоновым Слово за Уфой Владислав Самойлов, Александр Кузнецов, ЮТВ, УФА